Здравствуйте, коллеги! С вами Исааков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня обсудим третью вакцину, о которой заявили сегодня компания AstraZeneca. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео, ваши вопросы, которые у вас появляются, обязательно оставляйте в комментариях. Собственно, гонка среди производителей вакцин продолжается и сейчас, я думаю, что с каждой недели все будет и больше и больше. Огромное количество компаний с вакциной стоит на третьей фазе испытаний, еще больше на второй, ну и еще больше, соответственно, на первой. Поэтому сейчас, я думаю, что мы все больше и больше будем получать новостей об успешных испытаниях, о заявках на регистрацию, где-то преждевременную регистрацию. Ну важно отметить также, что AstraZeneca, да, это уже британская компания, поэтому, скорее всего, доставки уже в европейский рынок будут в этом случае более эффективны, чем, например, при той же Pfizer при тех условиях хранения, которые на текущий момент есть. Поэтому в любом случае, если успешные испытания вакцин будут происходить в разных странах, то, безусловно, это, конечно, ускорит восстановление и распространение, да, именно вакцины. Собственно, сейчас, вот теперь уже рынки реагируют не так, как это было первый раз, да, когда заявила компания Pfizer. С одной стороны, мы видим то, что S&P 500 пытается сегодня подрастать, пока мы все еще торгуемся ниже минимальные значения, которые были сформированы на прошлой неделе, но, тем не менее, пока общая динамика также здесь сохраняется восходящая. Поэтому пока, если сказать по поводу вакцины, собственно, здесь были у них два этапа испытаний, ну, скажем так, два разных способа испытаний. На одном эффективность была показана в районе 90%, на другом 62%. В этом случае давали разное количество именно в дозировке. И, собственно, что в среднем дает порядка 70% успешных результатов. Но здесь важно, опять же, пояснить то, что это происходило как раз на разных, разные способы дозирования были в этом случае. S&P 500, если мы сейчас посмотрим на график, то есть мы видим, что, да, сегодня с утра с открытия рынок подрастает, но пока все-таки мы не ушли выше тех значений, которые были в четверг и в пятницу на прошлой неделе, то есть пока все еще коррекция по S&P 500 продолжается. То есть тот позитив, на который рынок реагировал сначала, да, две недели назад, конечно, сейчас уже он такого же оптимизма не вызывает. Ну, в любом случае уже все понимают, что, да, вакцину сделают, да, на это потребуется время. То есть движемся мы в этом направлении, и этот позитив уже заложен в цену. Неделя закрылась. Ну, сейчас мы пройдем тоже все основные инструменты. Давайте посмотрим, что нас ожидает на этой неделе с точки зрения макроэкономических событий. Будут выходить данные по ВВП, во-вторых, выйдет ВВП по Великобритании. Здесь ожидается прогноз 8,2%, да, предыдущее значение было тоже 82%. То есть мы, в принципе, видим позитивное восстановление. Также пройдет выступление Лагард во вторник. В среду выйдет пакет данных по США, это ВВП по квартальным. Вот здесь пока мы видим прирост. Соответственно, если мы посмотрим чуть ближе на этот показатель, то мы, собственно, видим, что на текущий момент значение его довольно-таки... Ну, мы видим, что предыдущее значение, то есть там было ожидание, то есть минус 31%, но все-таки скакнули, опять же, с низкой базы на плюс 33%. Ну, собственно, что в общем итоге дает там плюс 2%, чтобы мы понимали. А, собственно, теперь будем ждать, да, фактически показатели, да, данные уже за третий квартал. В целом, если мы смотрим по сезону отчетов, компания отчитывается неплохо. Ну, конечно, не все, но, тем не менее, определенный позитив в этом ключе есть. Поэтому восстановление как раз ВВП в данном случае, оно будет вполне ожидаемо. И четверг будет выходной, это день благодарения в США, да, важно тоже это отметить, то, что рынок будет крайне спокоен, да, в этом отношении. И пятница уже выйдет также ВВП по Франции, ну, и по другим странам, да. Собственно, на этой неделе достаточно много данных выходит по ВВП. Ну, здесь важно отметить то, что, собственно, этот индикатор нам в ключевом виде показывает, как экономики восстанавливаются. Потому что мы с вами понимаем, что есть реальный сектор производства, да, есть какие-то другие области. И важно, чтобы потребление вновь вернулось на те значения, которые были. Тогда мы сможем сказать о том, что, да, мы смогли победить этот кризис, да, он перешел в какую-то другую фазу. Но и в данном случае ВВП, собственно, ВВП по странам является, пожалуй, ну, ключевым показателем. Китай очень быстро восстановился. То есть, в принципе, сейчас они уже вернулись, ну, давно вернулись уже к тем докризисным значениям. И, собственно, рост у них продолжается. А вот другие страны, конечно, это делают чуть медленнее. Но особенно на фоне новых локдаунов, которые происходят в европейских странах. И непонятно, пока будет ли это происходить в США. Собственно, текущий момент. Ну, на самом деле, ничего существенного. С прошлой недели у нас не поменялось. Евро-доллар также торгуется пока на локальных максимумах. Заходить в рост пока здесь я не буду, так как цена, ну, довольно-таки высоко. Поэтому здесь я все-таки буду искать, возможно, купить, да, но дешевле. Купить после, покупать буду после коррекции. По британской валюте мы обновляем локальный максимум. Ну, вероятно, как раз здесь рост уже по британской валюте связан с тем, что вакцина – это британская разработка. Да, AstraZeneca совместно с Институтом Oxford провела эту разработку. Я думаю, что здесь тоже определенный позитив в этом случае был заложен вот в то движение, ну, собственно, которое сейчас мы с вами видим. Ну, в любом случае, мы довольно-таки высоко сейчас торгуемся. Заходить сейчас на продолжение роста смысла не вижу. Поэтому буду смотреть также, отслеживать коррекции, заходить уже непосредственно на коррекциях. По паре американский доллар, канадский доллар. Мы все еще торгуемся вблизи минимальных значений, то есть целевые уровни, при которых я рассматриваю как раз с точки зрения снижения. Поэтому теперь я буду здесь также ждать коррекцию, то есть коррекционно-восходящего движения. И вот после его завершения будет также заходить. То есть, ну, на самом деле, неделя прошлая, да, вот неделя сегодня, понедельник, начинается, ну, ничего особо не поменялось. То есть, рынки довольно-таки спокойны. То есть, мы по большинству инструментов стоим в таких небольших коридорах, да, в небольших боковиках. И, с одной стороны, кажется, что рынки ждут или какого-то сильного позитива, чтобы продолжить рост, но вроде весь позитив уже был, да. То есть, что еще могут сказать. А с другой стороны, как раз коррекция в этом случае тоже может последовать, даже если после каких-то позитивных данных мы все-таки не увидим того роста, который может быть. Поэтому здесь в целом, в целом, я для себя также ожидаю все-таки еще одну волну коррекции. То есть, ну, имеется в виду там коррекция на 5-7%, это вполне здесь можно ожидать. Вот как раз такие возможности я буду рассматривать для присоединения на продолжение тренда. Потому что пока тренд все-таки сохраняется на рост фондового рынка, да, и на ослабление американского доллара. По паре американский доллар, японская иена, опять же, мы находимся уже на целевых минимальных значениях. С текущих уровней вполне вероятно начало коррекции. Пока она еще не произошла. Ну, точнее, были попытки как раз в четверг, но полноценного закрепления здесь пока мы еще не увидели. Собственно, если сегодня пара американский доллар, японская иена сможет закрепиться выше максимальных значений, которые были в пятницу. Собственно, с этих уровней можем предположить начало как раз восходящего коррекционного движения. По паре австралийский доллар, американский доллар, также мы торгуемся на локальных максимумах. Сегодня мы уже обновляем локальный максимум, который был сформирован в пятницу. Поэтому здесь, с точки зрения часового таймфрейма, мы также видим продолжение роста. Но, опять же, локальный максимум, заходить в рост здесь я точно не буду, буду ждать коррекцию. По новозеландцу картина тоже очень похожа. Обновляем локальный максимум, то есть рост по новозеландцу весь ноябрь идет крайне активный. То есть, фактически без коррекции мы продолжаем расти, но, собственно, сейчас торгуемся уже на исторических максимумах. То есть, за последний, по крайней мере, год на тех уровнях, где мы были как раз в феврале, в январе 2019 года. В принципе, вот эта область сопротивления, от которой мы тоже можем ожидать отбития от данного уровня. И затем еще один ретест на продолжение роста. Поэтому здесь я тоже буду пока ожидать. То есть, опять же, покупать по текущим ценам крайне неразумно. Золото. Золото продолжает небольшое восстановление. Я напомню, что я вошел по золоту. Входил я 19 ноября. Довольно-таки неплохо цена скорректировалась. Ну, собственно, дошла в ту область покупок, из которой я мог как раз входить. В пятницу также обновили максимум. То есть, ушли выше максимальные значения четверга. Поэтому на текущий момент я получил подтверждение пока развития восходящей формации. Но если золото сможет уйти ниже минимума в пятницу, то в этом случае, подумаю, возможно, закроюсь вблизи точки входа. Но в целом пока ожидаю продолжения роста. Тем более на фоне того, что фондовый рынок находится на локальных максимумах, коррекция вполне вероятна. А золото как раз скорректировалось до минимальных значений, которые мы видели, ну, пожалуй, с августа. То есть, с точки зрения фондового рынка. То есть, тогда мы, когда мы можем увидеть там коррекцию, по золоту мы вполне можем здесь увидеть еще одну волну роста. Поэтому золото здесь я продолжаю держать. Ну, в любом случае, стопло стоит. Сделка была, вход был довольно-таки неплохой. Поэтому пока его буду держать. И, ну, соответственно, буду рассказывать о том, как буду проходить эта позиция. По индексам. Индекс DAX, опять же, на позитиве по вакцине обновляет локальный максимум. То есть, сейчас мы опять торгуемся на локальных максимумах за последние несколько месяцев. От исторических максимумов мы к ним еще не подошли. То есть, здесь остается еще примерно 4% роста до того момента, как можно будет обновить локальный максимум февраля. Тем не менее, пока, опять же, заходить на покупки здесь я тоже не буду. Тоже буду ждать коррекции. Ну, собственно, плюс-минус такая же картина по S&P 500. Здесь я бы для себя все-таки ожидал коррекцию чуть ниже. То есть, примерно, было 3300-3350. Вот оттуда бы уже рассматривал возможности для присоединения на продолжение восходящего движения. Ну и, собственно, нефть, наверное, сейчас более активный инструмент, чем все другие. Собственно, нефть сегодня опять обновляет локальный максимум. Торгуемся уже выше 45 по CFD на нефть марки Brent. Ну, вероятно, нефтяные компании сегодня откроются тоже позитивно. Но пока все еще не смогли обновить локальный максимум, который мы видели в августе. Но темп начат и, собственно, рынок нефти будет, как всегда, поддерживать позитивные данные по вакцинам. Собственно, нефть будет на этом позитиве расти, конечно, очень быстро. Собственно, мы с вами видим то, что уже рынок перестает отыгрывать новые позитивные данные по вакцинам. Я думаю, что четвертая, пятая, шестая компания, которая заявит об успешном испытании вакцины, реакция будет на рынок минимальная. То есть здесь сейчас уже нужно ждать фактически следующего этапа, когда будет получено подтверждение. Ну, например, для Pfizer это от FDA, то, что вакцину можно использовать, можно ее производить, ну и, собственно, продавать и вакцинировать уже население. То есть я думаю, что вот тогда может быть новая волна как раз позитива на рынке. А до тех пор мы видим, что фондовый рынок пока выглядит довольно-таки перегретым. Мы находимся на локальных максимумах, поэтому вполне вероятно, что какая-то коррекция здесь может последовать. Но, опять же, скорее всего, это будет какая-то небольшая, там 5-7%, но, опять же, эту коррекцию можно довольно-таки неплохо воспользоваться тем, чтобы закупиться как раз на чуть более низких ценах, да, с точки зрения тренинга, ну и с точки зрения добавления акций в свой портфель. Еще раз, все, что я, все то, о чем я говорю, это не является рекомендацией. Я делюсь только своим мнением, торговлю, веду на своем счете, на свои деньги. Поэтому, пожалуйста, все решения, которые вы думаете, принимайте, пожалуйста, самостоятельно. Ну, а на сегодня это все. Мы с вами увидимся в среду, посмотрим, как у нас продолжается текущая торговая неделя, что будет нового на рынке, ну и, собственно, разберем новые идеи, если на тот момент они появятся. Не забудьте поставить лайк, ваши вопросы оставляйте в комментариях, также подписывайтесь на канал. Ну и не забудьте, что на этой неделе у нас будет вебинар с Александром Элдером, который пройдет уже в среду. Также ссылочка на регистрацию будет в описании к этому видео, поэтому регистрируйтесь и увидимся также на вебинаре. Всем спасибо за внимание и до свидания.